Командная панель. Работа и настройка. С правой части графического интерфейса приложения пристыкована командная панель. За верхний управляющий элемент ее можно вытащить и сделать плавающей палитрой. При этом мы можем менять ее размеры так, как нам хочется. Мы можем пристыковывать данную панель, как мы видим, только с правой части интерфейса или с левой части интерфейса соответственно. То есть нет возможности установить данную панель сверху или снизу, как бы мы ни пытались это сделать. Но с правой части или с левой части это делается легко и просто. Установим ее обратно в правую часть по умолчанию. Зачем же нужна командная панель? Ну, во-первых, командная панель состоит из вкладок. Мы ее немножко побольше сделаем, чтобы все вкладки отображались. Она состоит из вкладок, которые разделены соответствующими разделами. То есть вкладка создания, значит она же продублирована в верхнем упадающем меню Create. И большинство команд продублированы в этом меню. И здесь же на вкладке создания есть библиотеки стандартных геометрических, плоских и так далее и тому подобных элементов. Во время создания геометрических элементов возможно несколько режимов работы. Допустим, мы хотим создать плоский объект, параллелепипед с помощью мышки. Для этого мы зажимаем левую кнопку мышки, вытягиваем одну сторону, вытягиваем другую сторону, например. После чего нажимаем кнопочку. Значит, вот здесь во вкладке Parameters отображаются размеры данного геометрического элемента в единицах настройки. Вернее, в настройках мы можем создавать единицы измерения, в данный момент это миллиметры. Значит, здесь же мы после момента создания мы можем немножечко поменять параметры объекта и количество сегментов, на которые он будет разделен, если это необходимо. Вот. Также есть возможность задавать имя объекта, ну и цвет. Соответственно, если выбирать из системной палитры. Это основные возможности, которые предоставляет во время создания стандартных геометрических элементов в ручном режиме, то есть с помощью мышки командная панель. Значит, таким же образом можно было бы создать тот же элемент. Отключим команду создания, щелкнув правой кнопкой мышки, воспользуемся элементом Box. То есть, то же самое. И что характерно, мы с вами увидим, что количество сегментов, которые здесь оказалось, оно будет браться из предыдущего построения. Ну и третий вариант, мы с вами можем воспользоваться контекстным меню с зажатой клавишей Control и выбрать из квадратичного контекстного меню команду создания данного вида объектов. Иногда необходимо создавать объект сразу же по заданным параметрам, по каким-то характеристикам, например, геометрическим размерам. Для этого можно использовать вкладку ввода данных с клавиатурой, которая называется Keyboard Enter. И здесь мы с вами задаем с клавиатуры значение, высота, ширина, длина и так далее. И точка центральная, где будет установлен. Но в данный момент это будет в точке нулевой, то есть центра системы, координат мировой данный объект будет создан. И нажимаем кнопочку Create. А вот этот объект, он был создан именно по заданным размерам. Значит, что можно, какие управляющие элементы здесь присутствуют. Если вы вызовете на командной панели контекстное меню, здесь будут две команды, которые позволяют все вкладочки здесь скрыть или все вкладочки здесь, наоборот, развернуть. Также мы можем менять их местами за управляющий элемент, который расположен справа от названия этих вот вкладочек. То есть вкладка параметра, она была сверху, в данный момент мы ее расположили с нижней части. Если мы с вами здесь заработаемся и перемешаем так эти вкладки, что нам будет неудобно работать, мы всегда сможем вернуть в исходное состояние те вкладки, которые здесь расположены, нажав кнопку Reset Rollout Order. Нажимаем, и вкладка параметры будет расположена там, где это необходимо. Вот. Ну, мы ее давайте вот вверх положим и нажмем Reset Rollout. Вот. И она находится здесь. То есть, если мы вкладку с именем утащили вниз, то эта кнопка вернет ее в исходное состояние. На то место, где оно было по умолчанию. Значит, вот эта часть содержит перечень всех вкладок. Активные, вернее, раскрытые вкладки будут содержать вот этот вот переключатель. Раскрытые вкладки будут содержать этот переключатель. Нераскрытые вкладки будут без переключателя находиться. Это основные настройки, которые доступны здесь. Значит, также есть возможность редактировать уже созданные ранее элементы. Ну, я удалю эту коробку, чтобы она здесь не мешалась. Редактировать уже ранее созданные элементы. Например, у нас есть вот такой вот параллелепипед. Для того, чтобы редактировать, нужно переключиться в следующий вклад, который называется «Изменения» — «Модифай». Значит, список команд изменения доступен из вот такого вот выпадающего элемента, выпадающего из списка. Значит, большинство этих команд, они продублированы вот на пункте главном меню «Команды редактирования» или «Модификаторы». Вот они здесь подряд все приведены. Для того, чтобы применить, можно воспользоваться контекстным поиском. То есть, нажать несколько букв, например, пункт «Editable» — «ID» нажимаем. И вот первое, что попадается — название, которое на эти две буквы, которые я нажал с клавиатуры, начинается. И можно выбрать вот отсюда. «Editable» — «какое-нибудь поле», например, да? Значит, из чего состоит данная вкладка? Ну, опять-таки, название объекта, которое можно поменять. Цвет объекта из системной палитры. Дальше список модификаторов и так называемый стэк модификаторов. Значит, его расстояние, его размер можно менять соответствующим вот этим вот управляющим элементам. В стэке модификаторов доступны, ну, если мы применим несколько команд редактирования, к данному объекту, то они будут здесь присутствовать. Или вот к этому объекту. Значит, соответственно, этот стэк нужно будет делать больше или меньше. Если вы вызовете контекстное меню внутри пустого поля стэка модификаторов, можно воспользоваться командой «show all». Вот, значит, здесь будут раскрыты все команды, которые или модификаторы были применены, или «hide all», то есть свернуть. Значит, как вы видите, под стэком модификаторов располагаются определенные вкладки со свойствами настроек этих модификаторов, которые в данный момент выбраны. Если мы с вами раскроем все вкладки, мы увидим, что они не помещаются в этот управляющий элемент. Ну, ленту, конечно, можно прокручивать, как вы сейчас видите, но это не всегда удобно. Поэтому можно взяться за левую кромку и развернуть на несколько вот таких вот вертикальных элементов командную панель для того, чтобы все эти элементы отображались в полном виде, в раскрытом виде. Ну, опять-таки, вот они все закрыты, вот они все открыты, вот мы с вами можем использовать вот этот управляющий элемент справа для того, чтобы поменять их местами. Можно использовать соответствующий управляющий элемент для того, чтобы восстановить порядок этих вкладок. Ресет Ролова ОДА. Как же работает стэк модификаторов? Значит, первоначально у нас с вами есть объект, который мы каким-то образом создали. Он как-то называется. Мы применяем к нему какой-то модификатор для того, чтобы изменить его форму каким-то образом. Например, модификатор сглаживания. Объект поменял форму, как мы с вами можем в данный момент видеть. Можем применить еще какой-то модификатор для того, чтобы каким-то образом объект поменял форму и дальше. Значит, то есть, последовательно накладываются на наш объект снизу вверх эти команды редактирования. То есть, получается такое вот как бы дерево построения. То есть, в CAD-системах этот элемент бы назывался деревом построения. Снизу у него существуют управляющие элементы. Ну, самый нижний это элемент, который позволяет менять размер. Также элемент, который позволяет закрепить. И вот этот элемент нам более всего интересен. Это элемент показа результата действия всех модификаторов на наш объект. Если эта кнопочка нажата, вернее, если она не нажата, значит, когда мы работаем с нижним элементом во время редактирования этого объекта, здесь не будет отображаться исходный вид всего элемента. То есть, только перейдя на верхнюю команду, мы увидим, что же будет в результате того или иного применения команды редактирования. Но если мы с вами нажмем эту кнопку показа результата, значит, результат действия всех выше расположенных команд, он будет отображаться на экране в том числе. И таким образом, редактируя этот элемент, мы уже будем, его какие-то параметры, видеть, каким же образом будет выглядеть весь результат применения всех команд редактирования. Также у каждого модификатора есть справа вот его название глазик, это индикатор применения этой команды. Если его нет, значит, эта команда не применяется, соответственно, не отображается на экране результат действия этой команды. Если это необходимо, можно объединить какой-то определенный модификатор командой collapse-all. То есть, этот и нижний будут объединены в единый элемент редактируемая сетка. Соответственно, если мы с вами поработали, настроили с помощью этих модификаторов, то есть, команд редактирования, ту форму, которая нам необходима, можно воспользоваться командой collapse-all, то есть, полностью обнулить весь стек модификаторов в единый объект. Это уменьшает нагрузку на нашу технику, поэтому так делать в конце моделирования нам с вами рано или поздно придется. Вот. Я все время нажимаю Ctrl-Z для того, чтобы отменить операцию. Как вы уже заметили, команд редактирования, то есть, модификаторов достаточно много и не очень удобно использовать из этого списка постоянно контекстным поиском, хотя и достаточно быстро, но не очень удобно. Есть возможность над стеком модификатора создать специальные управляющие кнопки, для чего мы щелкнем кнопочку Show Buttons, нажав контекстное меню на списке модификаторов. Это один вариант. Другой вариант мы можем воспользоваться командой кнопочкой снизу управляющей конфигурой. Будет открыто тоже контекстное меню. И активируем галку показа кнопочек. Значит, эти кнопочки можно настроить, но можно использовать уже готовые настройки кнопочек. Вот, например, модификаторы которые помогают нам выделять. Модификаторы выделения. Либо модификаторы редактирования. Тут их несколько вариантов. Вот такое редактирование, вот такое редактирование, команда редактирования. Модификаторы работы с анимацией, например. То есть разработчики уже подготовили модификации трансформирования свободной формы и так далее и тому подобное. То есть вот есть ряд уже готовых для нас наборов. Но также мы можем настроить Configure Modify Sets сами вручную. Значит, что здесь можно делать? Ну, во-первых, мы можем указать количество кнопок, которые мы хотим использовать. От нуля до тридцати двух. Максимум тридцать две кнопки можно здесь расположить. Ну, допустим, мы с вами хотим использовать вот шесть кнопочек. Значит, вот эти наборы команд, которые здесь не нужны, мы левой кнопкой мышки просто вот в список обратно выкидываем. И с вами устанавливаем то, что нам нужно. Ну, например, очень часто будет нужен модификатор плоскости и модификатор, допустим, выдавливания объектов и модификатор создания тел вращения, например. Вот, да? Вот, и нажимаем кнопочку ОК. Значит, вот, соответственно, мы получили те команды, те кнопки с командами, которые нам с вами необходимы будут при работе чаще всего. Ну, в ходе работ мы, конечно, добавим этот список, если нам с вами позволяет экран монитора. Если вы работаете за ноутбуками, возможно, разрастание вот этого элемента будет не очень хорошей идеей. Вот, посмотрим, какие элементы у нас еще управляющие здесь есть. кнопка удаления модификатора. Можно воспользоваться контекстным меню удалить или переименовать. Можно воспользоваться кнопочкой удаления. Также мы можем скопировать модификатор сглаживания кнопочкой копирования и, выбрав другой объект, вставить этот модификатор сюда, таким образом преобразовав форму этого элемента. Ну, допустим, или сюда. Бац! У нас прямоугольник превратился в такой сторонной фигуры. Значит, также во время копирования объектов периодически у нас с вами может быть объекты с зависимостью созданы. Что это значит? Это значит, что один из них масштабируем, масштабируются все зависимые объекты. Иногда это не требуется, иногда нужно потом разорвать связь между этими зависимыми объектами, для чего используется кнопочка. Вот она становится активно сделать объект уникальным. Только после нажатия этой кнопочки разрывается связь, и мы с вами получаем независимый объект, который уже масштабируется отдельно от его первоначального родительского элемента. объекта. Вот. Ну, наверное, по настройкам сета модификаторов мы с вами закончили. Что тут еще есть? Есть вкладка иерархии, которая позволяет регулировать центральную точку pivot point, есть вкладка работа с анимацией, есть вкладка дисплей отображения различных элементов, есть вкладка, которая называется утилиты, которая содержит дополнение, дополнительные элементы, которые расширяют возможности программного продукта 3D Max. Вот полный перечень, доступен их, если мы нажмем кнопочку далее, более, more. Значит, ну, вот, если мы добавляем, значит, добавляется вкладочка с управляющим элементом соответственно. Есть возможность опять-таки с помощью кнопки, которая вызывает настройки конфигуры Button Sets, использовать различные вариации, вот, Max Default, например, ну, или, вот, в ручном режиме мы можем задать количество этих кнопок, опять-таки, 32 максимум, выкинуть ненужное, поставить то, что мы туда хотим, то, что мы считаем нужным, нажать кнопочку ОК, вот, что-то мы здесь настроили. Но, если мы тут донастраиваемся до того, что потеряем нужные элементы, которые тут были, захотим вернуть, можно нажать кнопочку набор предустановок и загрузить состояние исходное. Также мы можем здесь все это дело поменять и назвать своим набором и применить. В таком случае здесь будет два элемента. Набор Макса по умолчанию и какой-то вот наш набор, который мы с вами здесь сделали. Если наш набор нам не нужен впоследствии, значит мы можем его удалить из этого перечня. Останется один из наборов. Это основные настройки командной панели и возможности по работе с ней. Благодарю за внимание.